47 глава книги пророка Исаии «Переходи через реки, откроется нагота Твоя, и даже виден будет стыд Твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Савоов, имя Ему, Святой Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо впредь не будут называть Тебя госпожою царств». «Я прогневался на народ мой, унизил наследие мое и предал их в руки Твои, а Ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкая ига Твоя, и Ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме Твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это изнеженная, живущая беспечно говорящая в сердце Своем «Я» и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». «Но внезапно, в один день придет к Тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на Тебя, несмотря на множество чародейств Твоих и на великую силу волшебств Твоих. «Ибо Ты надеялась на злодейство Твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость Твоя и знание Твое, они сбили Тебя с пути. И Ты говорила в сердце Твоем, я и никто, кроме меня. И придет на Тебя бедствие, Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на Тебя беда, которой Ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на Тебя пагуба, о которой Ты и не думаешь. Оставайся же с Твоими волшебствами и со множеством чародейств Твоих, которыми Ты занималась от юности Твоей. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Ты утомлена множеством советов Твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут Тебя от того, что должно приключиться Тебе. Вот они, как солома. Огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для Тебя те, с которыми Ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности Твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает Тебя.